Еще в начале 2023 года я сказал бы, что рассказ про изображение теней черных дыр это рассказ про успехи телескопа горизонта событий. Но в мае этого года вышла статья, в которой изображение тени черной дыры было построено и с помощью другого интерферометра на более низкой частоте. Но обо всем по порядку. Мы знаем, что во всех нормальных галактиках в их центрах есть сверхмассивные черные дыры. Мы знаем, что вокруг также есть вещество. И если мы с хорошим угловым разрешением посмотрим на центральные области любой галактики, мы увидим, как это вещество, которое вращается вокруг черной дыры, излучает. Естественно, мы не видим никакого излучения от самой черной дыры, но все, что вокруг, мы увидеть можем. Какое же изображение мы ожидаем получить? Мы ожидаем увидеть что-то вроде кольца. При этом в центре этого кольца будет находиться черная дыра. И оно будет выглядеть темным именно потому, что те фотоны, которые проходят через эту область, они попадают в черную дыру и до нас уже, увы, не долетают. А вот вокруг этой темной области мы увидим светлое кольцо. И оно возникает из-за двух эффектов. Во-первых, все излучение вещества, которое находится вокруг черной дыры, изгибается за счет гравитационного притяжения черной дыры и может попасть к нам в глаз. Вообще, это удивительно, что фотоны могут отклоняться в гравитационном поле, изменять свою траекторию и лететь не по прямой. Это совершенно не похоже на то, что мы привыкли видеть в обычной жизни. Мы лазерной указкой посвятили и лазерный луч прямой. Но это просто отклонение фотонов в гравитационном поле еще не так удивительно. Оказывается, вокруг черных дыр есть области, в которых фотоны могут вращаться по орбите вокруг черной дыры. Так же, как спутники вращаются вокруг Земли, так же, как Земля вращается вокруг Солнца, фотоны вращаются вокруг черной дыры. Такая область вокруг черной дыры называется фотонная сфера. И с какой бы мы стороны не посмотрели на нее, мы будем видеть проекцию этой сферы, то есть тонкое кольцо вокруг черной дыры. Конечно, орбиты фотонов там неустойчивы. И обычно фотоны делают один-два оборота. Дальше у них есть два пути. Либо они сваливаются в черную дыру, и мы их никогда не увидим. Либо они улетают от черной дыры, улетают на бесконечность и по счастливому стечению обстоятельств могут попасть в наши телескопы. Мы пока что не можем различить эти два эффекта и видим изображение всего этого излучения вместе, как такой пухлый оранжевый бублик. Пока что мы не можем отличить вклад в изображение фотонного кольца и всего остального излучения. Но это будет возможно для будущих наземно-космических интерферометров. Например, для интерферометра миллиметров. Что же было сделано на сегодняшний день? Телескоп горизонта событий в 2017 году, когда проходили эти наблюдения, состоял всего из 8 телескопов. И 8 телескопов для интерферометра это очень мало, чтобы получить надежное, четкое изображение. Поэтому для восстановления изображения от такого достаточно маленького интерферометра пришлось разрабатывать новые математические методы. Если раньше было всего два метода восстановления изображений в интерферометрии, то сейчас их уже 8 и их количество растет. И для того, чтобы быть точно уверенным, что то, что мы видим, это кольцо, ученые из коллаборации телескопа горизонта событий разделились на 4 группы. Они все использовали разные методы и сохраняли строжайшую секретность друг от друга. Вот они работали примерно полгода, каждая группа, пока все они не пришли к какому-то результату, к какому-то изображению. И это был очень радостный момент, когда все они собрались вместе, вывели на один экран все четыре изображения, полученные совершенно независимо, и на каждом из них оказалось кольцо, яркое кольцо с темным центром. Как раз то, что мы ожидаем в случае, когда у нас есть излучение и тень от черной дыры посередине. Какие же физические параметры можно получить из этого изображения? На самом деле это сделать очень сложно. Мы провели симуляции процесса аккреции вещества на черную дыру. Мы задавали самые разные параметры, разную массу черной дыры, разный спин черной дыры, направление вращения диска, наклонение диска к лучу зрения, режим аккреции, много всего. И в итоге получили больше 60 тысяч симулированных изображений, такие ground truth. После этого мы взяли эти изображения и провели симуляцию наблюдения таких изображений с помощью интерферометра EHT. И получили уже то, что бы увидел EHT в каждом из этих 60 тысяч случаев. А дальше мы начали сравнивать симуляции с тем, что мы реально пронаблюдали. И вот оказалось, что мы не можем точно сказать, какие параметры у той системы в Galactic M87, которую мы наблюдали, но мы можем очень серьезно ограничить область этих параметров. Например, мы можем достаточно точно оценить массу черной дыры. Мы можем сказать, что она достаточно быстро вращается со спином больше 0,5. Мы можем сказать, что она вращается в ту же сторону, в которую и аккреционный диск. И что важную роль играет магнитное поле. Магнитное поле должно быть очень сильным. Это одно из условий запуска релизических джетов, как мы сейчас знаем. То же самое было сделано и для центра нашей галактики. Причем на это потребовалось еще два года. А почему? Дело в том, что в центре нашей галактики сверхмассивная черная дыра она поменьше, чем в M87. Примерно в тысячу раз меньше и в тысячу раз ближе. Поэтому на небе она выглядит как кольцо такого же размера, но все процессы вокруг него происходят в тысячу раз быстрее. Поэтому даже за 15 минут изображение кольца вокруг черной дыры в центре нашей галактики может измениться до неузнаваемости. А наши наблюдения обычно длятся несколько часов. Поэтому и было сложно учесть эту переменность при построении изображения. На самом деле все эти наблюдения проводились всего лишь с 8 телескопами. Сейчас в телескопе горизонта событий уже 11. Если мы будем добавлять еще, еще, еще больше, а такие планы есть, то мы сможем не только построить изображение тени черной дыры, но и сделать фильм. И в реальном времени посмотреть, как вещество вращается вокруг сверхмассивной черной дыры с массой в миллион масс Солнца, как яркие области двигаются в аккреционном диске, а когда мы добавим еще и космические телескопы к этому, то мы сможем отличить вклад от фотонных колец от вклада всего остального в излучение. Фотоны и кольца на самом деле очень важны, потому что их размер определяется массой и другими параметрами черной дыры. И мы можем тестировать общую теорию относительности с такой точностью, с которой раньше мы никогда этого делать не могли. А это важно, потому что, например, даже с текущими наблюдениями телескопа горизонта событий мы уже смогли опровергнуть некоторые альтернативные теории тяготения. И мы, например, точно можем сказать, что в центре М87 и в центре нашей галактики должна, по крайней мере, находиться не голая сингулярность, такая модель, когда у нас вся масса расположена в одной точке, но нет горизонта событий. И также были опровергнуты некоторые модели кротовых нор. Со все большей вероятностью мы можем сказать, что в центре галактики находятся именно черные дыры. Так что будем строить новые радиотелескопы, будем проводить наблюдения, и скоро мы увидим еще больше изображений черных дыр. Эра оранжевых бубликов только началась, но она будет продолжаться еще очень долго. Продолжение следует...